добрый день уважаемые садоводы приветствую вас на своем канале само растет сегодняшнее видео я планировала но не думала что сделаю его так быстро речь сегодня пойдет о мульчирующим черном укрывном материале на моей странице очень много за последние сутки было обсуждений некоторые моменты которые озвучивали садоводы скажем так меня насторожили уже много лет на эту тему все вопросы отпали но вот опять они возобновились и сегодня я намерена вам показать и рассказать всю правду об использовании черного мульчирующего укрывного материала расскажу все плюсы и все минусы для начала у меня участок 14 соток и примерно 13 12 где-то чуть около двух соток только не застелено это дорожки и какие-то вот единичные ну места и очень жаль потому что вот не застелено видите вот сколько травы вот застелено на правда и на застелено вот здесь растет это я расскажу почему так нет не застелено не застелено вот это вот около короба застелено и так начнем с того что первый укрывной материал я постелила вот на этой грядке на землянике она уже запущенная заброшенная семь лет назад потому что полоть уже просто не было никаких сил я надумала подставлять стаканчики для укринения розеток и постелила вот этот укрывной материал вот ему семь лет бывало так что постелишь и на на уже на следующий год он превращался в тряпку но вот эти первые они конечно вот ну в этом году все это вообще здесь будет расти голубика вот смотрите я пальцем видите вот он же рвется вот как я тогда насыпал лузгу гречихи для удобрения вот но ему седьмой сезон а у него вообще-то срок службы заявлены три года плотность это спонбонд плотностью сто двадцать грамм на метр не 60 то что нам продают садовых магазинах сначала мы вот посадили землянику потом начали сажать томаты перцы капусту кукурузу или спустя где-то два года я на давайте-ка лук и чеснок сажать потому что полоте ну это нереально смотрим как растет лук и чеснок лук конечно вот сорнячки они могут появляться да нужно вот выдернул и все вот вот посмотрите какой чеснок и сразу хочу ответить на комментарии одной садовода который написала что земля не дышит под ним вот посмотрите какой чеснок какие чесночины вот поглядите на той земле которая якобы не дышит а вот какой чеснок это хороший вообще-то вот он он на той которая дышит я не буду больше комментировать где вот еще вот вот дышит да вот вот он вот ни о чем и вот она которая не дышит чесночины делайте выводы сами покажу землянику которая растет на земле который не дышит значит по поводу качество и сроков годности еще раз вот этот вот спонбонд вот этот кстати тоже уже старый 4 года ему нормально еще держится конечно мы выбирали самую хорошую фирму и я задала им вопрос а как же так как же так получилось что постелили и уже на следующий год уже в середине сезона я покажу этот кусочек под ежевик и превратился в тряпку но типа мы там взяли новые уфа стабилизаторы они оказались некачественные ну некачественные некачественные вот все бывает смотрите конечно же под кустами может расти сорняк да взяли вот так выдернули но здесь то все чисто особенно если обрабатывать а бывает вот так на на мело земли вот он он вырос прямо на самом укрывном материале смотрите вот сняли вот все но это уже не материал виноват это виновата хозяйка как у которой руки не дошли до того чтобы это все обработать ну вот так вот слегонца по клубнике это я уже здесь рвала на материале который не дышит смотрите это купчиха она правда вообще венди первая у нас ягода пошла с прошлого года мы начали переходить на другой укрывной материал вот такой полипропиленовый производства беларусь плотности 130 грамм на метр мы взяли 100 и 130 мне больше 130 понравился он дороже спонбонда но почему именно на него деньги деньгами но трудозатраты по перестилки но тоже чего-то значит поэтому лучше немного переплатить но постелить на более долгий срок он бывает чешский дорогой он бывает наш российский но я что-то не стала брать наш вот после той истории вот этой истории да вот ежевика который мы посадили материал превратился вот просто в труху сразу вот это тоже 120 грамм на метр но вот оказался такой некачественный рулон вот так растут у меня ежевики понятно надо прополоть вот тут но опять же это не недостаток материала это недостаток хозяйки вот цветет ежевика небеса могут подождать а это киова моя любимая киова зацветает вот уже более-менее обработанные грядки земляники посмотрите значит вот чтобы вот эти тут две с чем-то сотки но я не до конца почистила у меня ушло примерно два вечера по два часа то есть четыре часа и все я вычистила а было конечно здесь ужасно и прошлогодние листва и где-то сорняки наросли вот ну вот смотрите это в междурядье голубики застелены уже новым материалом уже новым и вот здесь по забору будет у меня расти жимолость и здесь тоже я застелю укрывным материалом вот смотрите как на недышащей земле такие завязи сколько ягоды тоже земляники говорят что заводится муравьи под ними ну покажите мне придите где у меня тут муравьи вот и я вручу вам купю на дом муравьи там где им они и вот я не знаю что укрывной материал не провоцирует того что заводится муравьи кстати один вот такой агрономический момент я вот это все будет меняться этой осенью но весной я подсадила землянику и честно говоря уже больше к ней подходила вот такое бывает землю обработали посадила и вот смотрите сколько травы то есть вот тут сверху остались семена вот этих однолеток и они просто вот им как бы дали возможность зайти просто удалите один раз все дальше все это будет гораздо проще чище и хватит надолго вот это так всегда бывает то есть тут ничего такого нет вот видите выросли прямо на укрывном так вот беру прямо на укрывном вот песок я кстати вы подметаю на то прополка сводится просто к водметанию посмотрите какие саженцы голубики подойду с другой стороны сколько их много и вы знаете заслуга того что так получается саженцы не только голубики вот у меня в укрывном материале потому что я не полил эту траву у меня остается больше времени на то чтобы вырастить качественные хорошие саженцы вот нет укрывного это покосили траву тут уже что вопрос пропали значит как поливать да как обычно обычно мы поливаем вот такими распрыскивать вот такими смотрите и горшки и там растет малина между ними и огурцы и помидоры все мы поливаем этим поливал вот как вам удобно точно так же сквозь материал вода уходит причем первый раз когда поливаешь она стоит потом проходит потом все нормально хотите поливать лейкой поливайте лейкой просто берете и там откуда растет и там же и поливаете пойдемте на мой огород это это вот у меня один участок здесь вот как раз застелено вот примерно 12 соток нас может даже чуть побольше и уже на новом участке мы застелили вот я так сейчас прикинула уже восемь соток мы застелили смотрите вот здесь площадка вообще эту площадку мне сначала сделали под саженцы земляники но потом я решила отказаться и здесь у нас будут стоять голубики то же самое вот застелено уже новым полипропиленовым и поливается вот такими поливалками вот здесь техническая зона тоже застелено но приятно ходишь как по паркету идем дальше на мой огород значит здесь кусочек у меня на пленке это новый эксперимент посадки арбузов и вообще бахчевых не будем об этом в другой раз вот растут перцы смотрите земля утрамбуется говорят ну и пусть она вот здесь вот утрамбовывается перцу от этого не горячо не холодно вот здесь то она ну как обычно как вот как будто и нет укрывного материала здесь и также у клубники здесь все нормально но пусть она вот тут вот утрамбовывается вот я здесь бегаю и это ни на что не влияет абсолютно томатики я еще и базилик у меня ну я вообще фанатик базиликов я шесть видов посажу базилика сейчас где-нибудь кусочек быстренько лопаточкой скопаю застелю и туда посажу базилик вот без укрывного лук ну знаете это папа за что он получил хороший нагоняй ну хочет пусть пусть будет но вообще это ни о чем вот посадила патиссон вот она брокколи растет у нас и кукуруза росла картофель вот видите как растет картофель я сниму отдельное видео по выращиванию картофеля в укрывном материале но сейчас в общем скажем так обзоре вот пожалуйста смотрите вот видите полоть нереально даже вот этот маленький кусочек да мы не видела знаете где эту картошку если еще и и полоть и окучивать не окучиваем вот просто так не окучиваем и так нормально и так само растет и вот вот видите вот вылез сорняк вот вся прополка похоже вот люди уже полят полят вот все выдернула где еще сорняк где еще сорняк найти а нету все прополола вот на ваших глазах поэтому делайте выводы вот смотрите каждый человек выбирает для себя что ему проще что лучше вот вот такая же поливалка тут стоит вот вчера баклажаны там посадила вот томаты я рядом поставлю палочку подвяжу их это не проблема абсолютно не проблема человека всему приспосабливается значит почему негативные отзывы очень много я думаю тут вопрос в цене вопроса 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 укройной материал стоит денег но это тот редкий случай когда за деньги можно купить время жизни если вы занимаетесь вот огородничеством садоводством и не хотите его бросать то вот для меня например когда мы на это решились просто все вот сельское хозяйство мое вот просто перешло на такой уровень что я не знаю не описать то есть как бы и на нет проблем с овощиком выкапываю вот в каждого здесь обрабатываем застилаем совочком выкапываю меня титановый совочек сажаю бывает что из-под томатов и перцев они нас росли в другом месте мы не убираем укройной материал на зиму но не хватает времени про картофель я вам сказала расскажу как сажаем и как выкапываем это я расскажу в отдельном видео бывает не хватает времени зимует вот 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 эти вот части материала это давнишние вот новый постели пока пока спамбон 120 возможно что и на томаты и на все вот остальное перейдем на поле пропиленовый также где-то в интернете видела что вот эти вот можно делать не прорези на как-то выжигаю тоже освоим потому что здесь попроще на поле пропиленовым он крошится он не такой податливый но кажется человеку с интеллектом нет ничего невозможного все это можно придумать но вот представьте да мне немного томатов сколько тут побольше сотки то будет ни разу не надо будет молоть ну где-то подойти выдернуть вот даже сейчас их уже посадил какой-то время уже должны были сорняки зайти и причем это цели на на этом месте не сажалось уже более 20 лет земля как она и должна быть ничего необычного не дышащего убитого утрамбованного нет по поводу того что у меня песок как на черноземе ну во первых все надо пробовать во вторых вот на дорожках да на черноземе ну и пусть она будет утоптанная вы же не не ходите по посадкам от чего ее утрамбовываться но от того что там ходят ну бывает что да от влаги его там от поливов еще от чего-то опять же под кустом все нормально порыхлить не проблема между кустами смысл между кустами вот здесь да вот ее рыхлить томату хватит вот в его лунке хватит того что земля будет нормальная вот я хожу сейчас даже не по между рядим а между кустами я этого не боюсь и урожай у меня будет лучше чем у других потому что у меня остается время сегодня вечером пройду сейчас наведу гуапсин с икогелем и туда гуматокалия натрия и все вот это побрызгаю гуапсин кстати жарище наступило и гуапсин он очень хорошо срабатывает для того чтобы растение легче перенесли жару и когель то же самое вот плюс и когель это очень мощный стимулятор для того чтобы томаты не болели фитофторы ну и вообще радости жизни вот это конечно далеко не все что я вам хотела сказать но не хочется занимать много вашего времени до напоследок церкви если меня одна маленькая тема чтобы вас немножко предупредить ну и пока я иду продолжил вот как вот у нас еще вот один момент вот призадумайтесь да если бы это было плохо вы видели какие площади у меня застелены застелила бы я столько если бы это было плохо вряд ли наверное потому что бесплатно этот материал не раздают застелить это да это тоже трудозатраты крепим скобами их надо сделать надо купить проволоку поэтому для нас это ну просто скажем так это выход из ситуации вот мы вдвоем ну папа помогает мы справляемся с таким объем и это нам освобождать руки для того чтобы вырастить саженцы смотрите белый спонбон у меня череночники вот сейчас мы новые сделали под голубику нужно было накрыть и нигде не могу купить спонбонт нигде нет я звоню фирмы вот который у которых брала все идет на защитные костюмы поэтому если вы планируете на зиму укрывать той же шестидесяткой до белой допустим клубнику или ежевику или еще там виноград поставьте себе галочку и вот сейчас где бываете в каких магазинах если видите и что еще есть остатки укрывного материала покупайте потому что не факт что к осени он появится неизвестно как будет там ситуация я раньше копалась там разбиралась фирмах по своей работе я знаю какие фирмы самые хорошие которые соблюдают вес на квадратный метр всего вчера я просто схватила два этих рулончика и сороковку и шестидесятку и даже не посмотрела на ферму потому что мне он нужен и уже тут не до выбора я желаю вам больших хороших урожаев я желаю вам чтобы у вас все само росло и чтобы вы поменьше тратили времени сил вот на то чтобы это все вот так и происходило и еще один момент по личинке майского жука вот что я забыла сказать когда у вас застелена большая площадь укрывным материалом им просто негде откладывать потомство это не просто замечено на собственном опыте это еще и научно обоснованных факт то есть если у вас рядом лес если они вас атакуют если просто вот таких меня кишит в земле вот эти личинки то укрывной материал это еще одно дополнительное еще одна дополнительная мера защиты от этой напасти в ближайшее время ближайшие дни поговорим о новых сортах жимолости вы все хотите чтобы я сняла видео про клубнику не пишите будет много видео про клубнику а на сегодня все до свидания